Привет подводники, любители дайвинга, с вами снова Катранган, мы сегодня рассмотрим интересные ножи от компании Best Diver. Выкинули новые новинки 2015 года, которые мы увидели осенью, и сейчас в наших роликах мы рассмотрим, что там такого интересного, как эти ножи пригодятся нам с вами. Итак, перед нами нож дайверский, сразу как-то на нём написано, вот, называется он Тартуга, его рабочее название. Сейчас мы вскроем, посмотрим, что там такого прикольного. Вот, мы видим нож упакованный, так, ремешки сделаны добротно, вот, будут крепко держаться с фиксатором остаткового ремешка, вот, значит, это говорит о том, что фиксация будет надёжной, то есть, как для подводника, так и для дайвера. Сам нож выполнен довольно-таки мощно. Изъятие при нажатии серой кнопки. Видим, что нож довольно-таки рельефный, имеет серейторную заточку, сама сталь ножа довольно-таки толстая. Это говорит о том, что нож предназначен для дайвера. Вот, сзади мы видим крепкое основание, которое можно использовать в виде молотка, либо же подать сигнал под водой, определённо, чтобы вас услышал другой дайвер, либо же приближающийся подвох. Заточен довольно-таки серьёзно, имеет такую гарду сильную, то есть, если попробовать нам его поломать, довольно-таки прочный. Для каких-то дайверских работ, например, под водой, там, технических, либо же просто отшкрябать, что-то открутить, там, выколупать. Ну, и как бы для подвоха, конечно, он же будет тяжёлый, но, опять же, кому что нравится. Если мы посмотрим на систему, которая его фиксирует, нажимая вот сюда, мы видим, что пластина снизу держит его в этих пазах. Сейчас мы его ставим назад, и увидим, что нож довольно-таки сложно потерять. При нажатии он изымается. Сзади мы видим пазы для ремней. То есть, крепить мы его можем вот таким вот образом. Просовываем ремешки, вот, и у нас происходит крепление. Так, проверим его режущие свойства. Для этого мы взяли довольно-таки один из серьёзных линей, который используется у подвохов как рабочий 2-х миллиметровый. Пеленасовский линь. Сейчас мы проверим, как он будет резаться. Так, возьмём кусочек линя, закинем, зажмём, проводим. Довольно-таки неплохо, я бы так сказал. Ну и посмотрим, как работает рейтер. Полной нагрузки, конечно, не получается, но пилять он будет. Вот. Всё-таки же будем понимать, что у нас есть баллон. Защита подруб... Скажем так, не защита, а жизни очень много. Почти 18 литров. Поэтому можно играться с распиливанием очень долго, скажем так. Ну, сейчас мы проведём. Мы смотрим, что что так режет, что сирейтер расставляет свои определённые следы. Нож довольно-таки неплохой. Опять же говорю, кому как нравится, можно его использовать. Кто хочет его использовать как для подвохов. Есть любители массивных ножей сразу, чтобы вместо разгрузки на ноги. Вот. И так же для дайверов. Даже в толстой перчатке он будет удобно держать. Держаться в руке, потому что довольно-таки приятная рукоять, не скользящая. То есть, если достанем нож из ножа, потерять его или выронить из руки будет довольно-таки сложно. Потому что сидит в перчатке хорошо. Вот такой вот нож. Можно его приобрести в магазине Катранган. Заказывайте всех, кого он заинтересовал. И пускай он вам пригодится именно в нужный момент. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал в YouTube. На нашей странице ВКонтакте. Заходите в наш новый магазин. На Астронсказ 60. До свидания! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова